Привет, друзья, рассказываю историю подписчика с его слов. Уже около пяти лет я работаю дальнобойщиком, заработок хороший, мы с супругой ни в чем не нуждаемся. Женат я уже пять лет, познакомились мы в магазине, я пришел купить детали для автомобиля, а она там работала продавцом. И с того времени мы с ней вместе. Мои рейсы обычно длятся по несколько недель, не более, порой даже меньше, на этот раз я уехал в рейс ровно на две недели. Но тут наступает годовщина свадьбы, и я решил вернуться домой и сделать супруге сюрприз. Конечно, я ничего ей об этом не говорил, ведь сюрприз на то и сюрприз. Времени было пять часов вечера, а жена всегда с работы приходит в шесть, именно всегда. По пути я зашел в цветочный магазин, где купил шикарный букет, домой вернулся за десять минут до прихода жены, и решил спрятаться под кроватью, чтобы сделать сюрприз незабываемым. Часы показали шесть, и вот открываются двери, быстренько залезая под кровать. Слышу, она уже заходит в комнату, и в этот момент я уже думал выпрыгнуть с криком «сюрприз», но ей кто-то позвонил, и я решил подождать, пока поговорит. Сейчас я думаю, что это было самым лучшим решением в моей жизни. Кто же ей звонил и о чем они говорили? Вот примерное содержание. «Привет, милый, да, я уже дома, сейчас хожу в душ. Приготовлю быстренько ужин, и можешь приезжать через час». Услышав это, мой мир рухнул, я еще минут пять провел под кроватью, поскольку все никак мне не удавалось принять действительность. Но, когда я немного пришел в себя, я нашел силы, чтобы вылезти. Супруге дал полчаса на то, чтобы она собрала свои вещи и ушла.